у нас на самом деле не очень добрая у нас сегодня почему-то перестала включаться камера непонятно почему не топили вроде бы в песке не валяли не били и панглау это просто туристическая деревня здесь естественно еще нет но я нашла вроде что-то похожее на сервисный центр на самом бухали и завтра мы туда поедем может быть получится ее починить в общем ребят эх-эх-эх но у нас ничего не получилось в этом месте ремонтируют только телефоны и не более того ну что это может еще по мелочам но камеры не ремонтируют только всего нам сказали что их офис только всего на пояс но знаете что они не просто так мы сюда приехали мы узнали что отсюда может поехать на честном транспорте например на тот же лобок на остров ой господи на реку за каких-то 27 песо 27 песо а те же три цикла они просят там за эту поездку тысячу полторы и выше сейчас я думаю такое развлечение редкое для на самом деле по колориту пока что это не уступает челанкинским автобусом прикольно здесь такие вот сиденья вдоль то есть ты сидишь и смотришь соседу прямо в глаза прям в душу ему смотришь понимаешь прямо в сердце не в окна никуда прям вот вот такой низенький маленький автобус буквально я не знаю сколько на человек на 20 москве нас и больше мы ехали ехали как ира говорит мы приехали приехали мы приехали в лобок блин стоило действительно 27 песо с одного человека то есть это вообще про это не счастье вообще крыша снос вот на самом деле намного удобнее чем на три цикле а по скорости примерно также по скорости также я думаю даже папа побольше вот останавливают везде где вы хотите просто постучите там типа по крыше и вам остановят на любой точке везде где вы хотите ну вот лобок это конечно я предупреждают а вот мы сейчас будем выяснять что здесь можно сделать как сделать самостоятельно что-либо вот пока здесь очень такая колониальная история ну вот по архитектуре на 2 церковь недостроенная где-то есть еще старый порт но мы приехали за этим приехали надежде поснимать реку лобок с высоты дрона а может на кануе еще поплавать ветерочек ветерочек ветерок там вот какие-то стоят лодочки видимо здесь можно сесть на круиз вот будем все оттуда же есть это м реально очень красиво сейчас выяснять что можно сделать чтобы придумать такая красота короче мы доехали на мотобайке вдвоем на заднем сиденье втроем да вот сейчас пришли туда где можно арендовать лодку сейчас знаем сколько не выбирайте вот такие вот лодочки ну конечно если вам нравится просто плейси есть это тоже наверное вариант это будет 550 песо с человека мы же арендуем сейчас на двоих одну вот такую лодочку буквально в километре от место где вы арендуете круиз да еще в такой лодочке которую мы арендуем мы и не знаю как там по-моему они просто доплывут до водопадов просто не посмотрят а если на ней мы доплывем до водопадов там поплаваем это дядечка дождет мы запустим может быть дрон пофоткаемся и общем я надеюсь что я надеюсь 27 песо доехать сюда на общественном транспорте блин я предвкушение дома будет прикольно а Этот выбор был просто потрясающий, нас как будто бы жизнь сама повела куда-куда-сюда, начиная с камеры, заканчивая там в джипине, и потом нас поймал какой-нибудь чувак, который привез туда, где есть лодка, на которой мы проплыли. Вы получили невероятные впечатления. Ну, серьезно, посмотрите цвета, просто, я не знаю, это кино, это поташоп, это картинка, это, ну, просто я смотрю, и я не верю своим глазам, что я это вижу. Если будете на острове Бахол, обязательно приезжайте в Лобок, и не берите ни в коем случае групповые туры, просто идите чуть-чуть подальше. Та же цена, но идите чуть-чуть подальше от туристического центра и ищите вот таких вот лодочников, которые стоят одни, и они вас за такую же цену прокатят вдвоем, в приватном таком туре остановятся, где вы заходите, вы поплаваете в водопаде, вы пофоткаетесь, и просто это невероятно. Ну, а мы двигаемся дальше, и наш следующий пункт назначения – это шоколадные холмы. Мы вам поймали автобус, который идет до города Кармен, и как раз по пути там будет шоколадные холмы, и дорога стоит 25 песо за человека. Если вы ездили на автобусах на Шри-Ланке, то вам будет несложно его поймать и в него заскочить, потому что, в принципе, здесь очень такой же. Быстро на бегу заскакиваешь, двери нет, опомнят, и вот так вот едешь всем миром. В общем-то, мы прибыли к входу на шоколадные холмы. Все остальные люди едут, а мы идем. Мы не ищем лёгких путей. Причем в такую крутую горку наверх, и что там, если ступеньки будут, то это будет просто огонь. Вот. С нашими-то рюкзаками, всякая техника, все остальное. Мы не могли упустить эту возможность, приехав на автобусе, на двух автобусах. Ну, в общем, это на самом деле получилось такое реальное путешествие. Вот во всех смыслах этого слова. Продолжение следует... Ну, мы добрались до холмов, посмотрели. На самом деле нам казалось, что это бесполезное дело приезжать сюда и смотреть на какие-то холмы. Но в реальности они реально впечатляют. Это просто какой-то пейзаж такой насыщенный, вкусный, который не может не впечатлить, если вы его смотрите именно своими глазами. Но, если честно, я ни капельки не жалею, что мы сюда доехали и потратили время на дорогу и так далее. Но за 800 песок, которые просят за это на Алона-Бич, я бы пожалела. Поэтому тоже групповым туром сюда ехать. По сути, вы здесь проведете, ну, полчаса. Ну, там, пофоткайтесь на панорамной площадке, что-то еще. И, блин, не тратите на это деньги свои и приезжайте своим ходом, либо на байке, если вы его арендуете. К тому же дорога сюда абсолютно живописная. Мы, естественно, не все засняли, потому что автобус был забит. Но мы желаем вам, чтобы вы посетили это место самостоятельно и увидели это своими глазами. У нас сегодня последний день на Панглау, и Алона-Бич нам уже порядком поднадоел. Тем более, к выходным подъехала тьма тьмущая китайцев, корейцев, народу стало очень много. И мы едем. И мы едем на Дума-Луан. Это еще один пляж, который есть на Панглау. И говорят, что он намного спокойнее. И мы проверим, прекрасен ли он в России, стоит ли туда ехать. Он находится неподалеку, буквально 6 километров от Алона-Бич. Я думаю, мы сейчас возьмем трицикл и доедем туда на нем. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, Дума-Луан-Бич действительно стоит того, чтобы сюда приехать. Вход стоит всего каких-то 25 песо. Десять минут на трицикли, и вот здесь потрясающая вода, голубая. Народу буквально, я не знаю, ну, он все равно есть, но по сравнению салона это несравнимо даже. Очень тихо. Песочек тоже беленький, чистенько. Вот. Есть очень много точно так же развлечений. Но единственное, такое же мелководье. То есть нет такого прям вот расплаваться, да, состояния. Но, тем не менее, это прекраснейшее место, чтобы вот начать свой отдых на Филиппинах. И, как мы уже сказали, это наш последний день на Бохоле, на Алоне-Бич. И на самом деле все оказалось не так плохо, как мы ожидали по отзывам в интернете. Так что спасибо Алоне, что встретила нас на Филиппинах. Ну а мы двигаемся дальше. Вся информация о том, как мы передвигались в таких автобусах, где мы жили, сколько все это стоило будет на нашем сайте в описании к этому видео. Ссылка. И увидимся с вами в следующем видео, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok